Уважаемые коллеги, я не случайно, честно говоря, такую выбрала тему, как холомиокарцинома и не просто другие редкие опухоли, а именно опухоли поджелудшей железы, поскольку на самом деле это достаточно частая история в реальной практике, когда приходят пациенты, когда звонят врачи и интересуются, что мы, собственно говоря, можем сделать при этих опухолях, имеет ли смысл, например, пациента отправить на НГС, причем на НГС весьма обширно, вплоть до Foundation One. Мы все понимаем, что это и серьезные деньги, но мы должны понимать, что, собственно говоря, больной приобретет в результате проведения исследования и что он не приобретет ни при каких условиях. Холомиокарцинома, надо сказать, она стоит немножечко особняком по своему генетическому составу от всех опухолей желудочно-кишечного тракта. Не по, естественно, гену по 53-крас, который совершенно стандартно, примерно в 50% случаях определяется, а потому что там встречаются такие повторяющиеся нарушения, которые мы довольно редко видим при других опухолях. Это мутации генов IDH1-2 из-за цитратной гидрогеназы и аберрации генов семейства FGFR, а именно в подавляющем большинстве это перестройки гена FGFR-2. Ну, про гностические маркеры даже и говорить не буду, это все та же самая история MSI-NTRK в каких-то единичных процентах, кто-то показывает аж 5%, но мне кажется, это, опять-таки, немножечко ближе к области фантастики. Надо сказать, что мутации версии 1.2 тоже встречаются, и в дальнейшем я покажу одну интересную работу, которая, правда, пришла из Кореи, что может быть связана с этническими особенностями данной популяции. Но, тем не менее, еще и одна тоже такая интересная история, которая, в общем-то, наверное, связана с тем, что говорил уже Максим Леонидович о том, что не любая мутация, есть неоантиген, способный вызвать иммунный ответ. Это то, что мутационная нагрузка, кстати, при холомье карциномия встречается достаточно часто. Именно там мутационная нагрузка, которая превышает нынешние котовы. Но при этом результаты исследований по применению иммунопрепаратов, они, в общем-то, довольно грустные. Если в Кейноут 0.28 еще было там примерно 17% ответа, то Кейноут 158 вообще показал около 5% ответа на применение препаратов. И, в общем-то, совершенно не прибавил никому никакого оптимизма. Это тоже вот одна из таких особенностей холомьего карциномы. Надо сказать, что холомье карциномы, как мы все помним, разделяется на несколько подтипов. На внутрепеченочную, внепеченочную и общих желчных протоков в желчном пузыре. И распределение мутаций там тоже, в общем-то, разнообразное. Схожи они разве только по частоте встречаемости мутаций П53 и мутаций Кейрас. Если же мы говорим о тех мутациях, которые для нас более интересны, а именно о тех, которые могут быть потенциальными целями для таргетной терапии, они в первую очередь связаны с внутрепеченочной холомьего карциномы. Это именно мутации EDH1, которые встречаются до 20% случаев, и перестройки гена FGFR2. Еще раз хочу обратить внимание, именно EDH1, потому что EDH2 встречается существенно реже, буквально какие-то единичные проценты случаев. И в настоящий момент существуют препараты, один из таких наиболее, наверное, известных, это Ивазодениб, который, насколько я понимаю, проходит регистрацию сейчас для гематологических пациентов. Но ничего я не слышала о регистрации для холомьего карцином. Тем не менее, те результаты, которые показывают сейчас исследования второй фазы, они, в общем-то, вполне себе оптимистичны дают около 30% ответов. Перестройки FGFR2. Почему я упираю на то, что именно перестройки и именно FGFR2? Дело в том, что, опять-таки, идут испытания целого ряда ингибиторов FGFR. Те, которые уже опубликовали какие-то данные по второй фазе, показывают совершенно отчетливо, что ответ примерно где-то 30% частичных ответов и почти 75% контроля над болезнью, они ассоциированы именно с перестройками FGFR2. Что касается холомьего карцинома, в настоящий момент мы говорим о холомьего карциноме. Мутации и амплификации, к сожалению, дают ноль ответов. Это, опять-таки, хотелось бы такой дать посыл клиницистам, которые зачастую направляют на все мутации, всех четырех генов FGFR2, что, в общем-то, не имеет особого смысла. Ну и, безусловно, мутации БИРАФ, которые встречаются, но достаточно редко, НДРК и нарушение репарации нуклеотидов. А что же говорит нам ЭСМА, вот тех своих замечательных рекомендаций, которые уже упоминал Максим Леонидович? В настоящий момент по их классификации, то есть по клинически валидным маркерам, в общем-то, только четыре маркера могут быть рекомендованы. Это именно FGFR2, это IDH1, ну и агностический, НДРК и MSI. Пока клиническую валидность мы оценить не можем, и надо сказать, что вот как раз для выявления этих маркеров, конечно, можно использовать сокопроизводительное секвенирование, безусловно, не для IDH1, там полторы мутации, которые совершенно спокойно можно давать для ПЦР, а вот для перестройок FGFR2, наверное, это было бы целесообразно, тем более, что фишом эти перестройки ловятся очень посредственно. Но серьезной проблемой является отсутствие зарегистрированных препаратов на территории Российской Федерации. Может быть, они существуют, но я об этом не знаю, и поэтому мне иногда бывает не очень понятно, с какой целью, например, наши уважаемые федеральные центры направляют найти исследование пациентов, и что потом они с ними делают. Ну, у меня, опять-таки, очень серьезные вопросы вызывают также назначение исследования MSI. Ни одного пациента с MSI HIGH среди холангиокарциномку, их у нас прошло почти 100 штук уже, вот так, если посмотреть за все время, мы не встретили. Ну, вот это такой факт. Может быть, это исключительно какое-то субъективное мнение. Но каким же образом все-таки мы можем, оценив результаты наших зарубежных коллег, понять, нужно ли нам высокообразовательное секвенирование для этих пациентов? Вот здесь вот приведен под анализ исследования МАСКАТА-1. Хочу напомнить, что это исследование включало в себя пациентов совершенно разнообразных. Это БАСКЕТ-ТРАИЛ, которые уже прошли хотя бы одну линию химиотерапии, и у которых был доступен для секвенирования материал. У них определялись потенциально таргетованные, скажем так, мутации, и им назначалось соответствующее лечение. Среди них было 43 пациента с холангиокарциномами, смогли просеквенировать 34 человека. Из них у 23 были найдены какие-то аномалии, которые могут быть подвергнуты лечению. 18 из них были пролечены этим препаратами. Сразу стоит отметить, какие препараты и какие пациенты были там обнаружены. Эти пациенты были включены в перестройки в GFR-2, несколько пациентов с делецией в ТЭН, и 2 пациента с нарушениями в генах семейства РББ. Один с мутацией в HER3, один с апплификацией в HER2. Кстати, мутация в HER3 прекрасно ответила на комбинированное лечение тростозубам. Было бы тенипом, что меня сильно удивило, но тем не менее это факт. И именно вот эта узенькая группа пациентов получала лечение, как вы видите, с весьма впечатляющим эффектом по сравнению с той группой, которая получала химиотерапию. Но, опять-таки, это очень, как вы видите, небольшая группа пациентов. Еще одна работа, та самая работа из Кореи. Здесь взяли уже немножко побольше пациентов, 124 больных. Было проведено экзомное секвенирование, определялись, опять-таки, потенциальные цели для таргетной терапии. Они были обнаружены почти в более чем 50% случаев, но, к сожалению, доступность препаратов и там была крайне низка. И поэтому из тех пациентов, у которых были обнаружены цели для таргетной терапии, лечение получили только 7,5%. В общем-то, наши корейские коллеги даже не приводят результаты этого лечения. Ну, в общем, наверное, это вполне понятно, из-за того, что количество больных было крайне мало. Но они обратили внимание немножечко на другую историю. Оказалось, что почти 60%, даже более чем 60% пациентов несут мутации в системе МИСМЕЧ-РПР. Не только МИСМЕЧ-РПР, но и логичные рекомендации, то есть вообще дефекты восстановления ДНК. По мне, так это очень большая группа, что вызвало сразу удивление. Надо сказать, что там примерно 30% это были мутации в генах BRK1, 2 и ATM, что, в общем-то, тоже вызывает некое недоумение. Но, тем не менее, эти пациенты прекрасно ответили на терапию платины, что, в общем-то, вполне себе предсказуемо. И таким образом наши коллеги в Корейске сочли возможным порекомендовать определение вот этих генетических нарушений данной группе пациентов. Мне пока неизвестно, работая в европейской популяции, вернее, то, что было сделано в европейской популяции, таких огромных цифр, к сожалению, не дает. Ну, на всяком случае, доступны мне литературе. Так что с холомью-карциномой, в общем-то, мы могли бы, конечно, применить и высокопроизводительное секвенирование, или даже делать какое-то поэтапное тестирование. Это часто бывает сложно из-за того, что мы имеем небольшие биоптаты. И, конечно, секвенирование здесь предпочтительнее. Но отсутствие препаратов и отсутствие каких-то известных клинических исследований на территории Российской Федерации, мне кажется, в настоящий момент очень сильно тормозит нашу работу. Остается, в общем-то, МТРК и остается, в общем-то, МСА. Ну, что тоже внушает не очень много оптимизма в связи с редкостью этих аберраций. Аденокарцином поджелудочной железы – то же самое. Это каждый раз, это постоянные вопросы, что мы можем посмотреть, что мы могли бы это сделать. Ну, генетическая структура аденокарцинома поджелудочной железы вообще очень печальная, с моей точки зрения. Более 90% – это мутации в гении КЕРАС, 70% – это мутации в гении П53. Из тех немутированных КЕРАС-образцов около 70% несут также мутации в РАСМАПК-пути. Ну, кроме БРАФА, никто из них не чувствительный особо ни к чему. Остальные нарушения, они достаточно хаотичны. Большая часть из них представляет из себя мутации пассажира, и какие-то потенциальные курабельные нарушения, они достаточно редки. Ну, вот это вот оптимистичный кружок, где представлено вроде бы как такой широкий спектр всяких нарушений, которому мы могли бы применить таргетную терапию, на самом деле не столь оптимистичен, потому что здесь, в общем-то, можно выделить только действительно нарушения репарации ДНГ, которые встречаются, ну, вот здесь у них 24% случаев, ну, возможно, так и есть, если все это сложить в одну кучку. Мутации БРАФА, транслокация АЛК, РОС-1, НТРК, ну, возможно, когда-нибудь появится мутация ПИА-3К, и все остальное, и амплификация, естественно, ХЕР-2. Все остальное, в общем-то, это скорее некие экспериментальные подходы. Очень интересное исследование было опубликовано в прошлом году, исследование называется «Новый ютюмер». В него включили почти 2000 образцов пациентов с раком поджелудочной железы. Собирали несколько лет. Из них довольно большому количеству удалось провести секвенирование, 86%. Тоже хочу напомнить, что вообще на самом деле рак поджелудочной железы – это крайне неблагоприятная такая история для соматического секвенирования. Достаточно часто мы видим биоптаты небольшие. Очень серьезной проблемой является малое содержание опухолевой ткани, преобладание стромы, поэтому всегда очень тяжело выбрать репрезентативную зону, которая могла бы быть использована для секвенирования. И поэтому далеко не у всех больных удается выполнить это исследование. Но, тем не менее, исследование было выполнено, и 66% было выполнено успешно. То есть был получен репорт, который был валиден для дальнейшего применения. Из этих больных у 58% их удалось включить в исследование. И, соответственно, в 36% случаев были обнаружены некие нарушения, которые можно было бы использовать для назначения таргетной терапии. Еще раз хочу сказать, что, собственно говоря, включали в те нарушения, которые возможно использовать для таргетной терапии в данном исследовании. В первую очередь, это, конечно, нарушение в системе гомологичной рекомендации. Так как здесь использовалась панель Foundation 1, то это была, в общем-то, хорошо знакомая вот эта вот семейка из 15 генов, которая входит в Foundation 1, и которая, в общем-то, сейчас изо всех сил рекламируется для ракопредстательной железы. Кроме этого, вы определяли сомплификацией мутации гена HER2. Кроме этого, определялись транслокации ALK, NDRK и ROS1. И таким образом вот эти вот пациенты, которые смогли получить таргетную терапию, составили 2,5% из всей популяции. Безусловно, они прекрасно отвечали на лечение, но 2,5% из всей популяции. В общем-то, что тоже вызывает сомнения, например, в экономической целесообразности проведения НГС в такой популяции больных. Если мы посмотрим, что это были, в каком проценте встречаются эти нарушения, еще раз хочу напомнить, что там было больше тысячи больных. У 10 была обнаружена микросателлитная нестабильность. Это не те, кто получил, а те, у кого было обнаружено. У дефицита гомологической рекомендации было обнаружено 152, что, в общем-то, вполне себе вменяемая цифра. Это почти 14%. Значит, у пяти нарушений АЛК РОСНТРК из тысячи пациентов. Из тысячи. Ну и далее по тексту. Как вы видите, все-таки такие нарушения, конечно, встречаются, но они крайне-крайне редки. Ну, хочу немножечко коснуться уже, может быть, к набившейся в оскоме, но теме нарушения гомологической рекомбинации при раке поджелудочной железы. Сейчас получил одобрение, как вы знаете, лопарип. И поэтому эта тема сейчас стала достаточно актуальной. И, в общем-то, эти больные поступают на тестирование. Если мы посмотрим на работы наших предшественников, то мы увидим, что на самом деле процент больных с нарушениями гомологической рекомбинации не так мал. И надо сказать, что примерно 50 на 50 – это нарушения соматические и нарушения герминальные. Что, в общем-то, говорит о том, что, конечно, при поджелудочной оптимально было бы исследовать все-таки, наверное, ткань. Но в настоящий момент мы имеем регистрацию только под исследование крови, под герминальные мутации. Поэтому, в общем, наверное, говорить о том, что соматические мутации при раке поджелудочной железы будут являться предметом для назначения соответствующей терапии, наверное, еще рановато. Хотя Слон Кэтринг, небезызвестный, опубликовал тут одно очень интересное исследование. Они решили совместить, что называется, УЖА и ЕЖА, то есть сделать исследование генов задействованных мутаций, генов задействованных систем и гомологической рекомбинации. И это время оценивать дефицит этой гомологической рекомбинации, то есть смотреть по начальной точке по наличию мутаций и по конечным, по тем генетическим катастрофам, которые случились в образце в результате нарушения этих генов. Значит, изучались гереминальные соматические мутации в 17 генах системы гомологической рекомбинации, те, которые входили в их панели MSK, MPAPT. Они, в общем-то, далеко не пересекаются с теми, с которыми входят Foundation 1. Это еще один вопрос ко всем нашим попыткам как-то ориентироваться на какую-то определенную панель в изучении дефектов гомологической рекомбинации. Сам дефект уже этой системы изучался по протяженным транзициям, так называемой мутационной сигнатуре 3 и мутационной нагрузке. У них свой был подход, отличный от подхода мерят к изучению вот этого события. И оценивался ответ на платиносодержащую терапию. Там не шел разговор о назначении ингибиторов пар. Что же оказалось? Оказалось, что в достаточно большом количестве случаев, а именно в 19%, были обнаружены дефекты системы гомологической рекомбинации. При этом они подошли достаточно грамотно ко всей этой истории. Они мутации разделили на три группы. В первую группу входили мутации генов ВРК1, ВРК2 и ПАЛИП-2. Его роль при поджелудочной железе хорошо известна. В другую группу входили все остальные мутации всех генов, которые они включили. И еще дополнительно изучалась биолельность этих мутаций. То есть повреждена ли одна алель, либо повреждены были обе аллели. И сравнилось, насколько вот это повреждение HRR совпадает с конечным эффектом, то есть с дефектом к блогической рекомбинации. Оказалось, что мутации ВРК1, ВРК2 и ПАЛИП-2 в 100% случаях ассоциировались с дефектом к блогической рекомбинации. А вот все остальное уже было немножечко не так весело. Если оценивать биолельную инактивацию, то это были мутации гена ХТМ и ЧЕК2. Все остальные оценить им было крайне сложно в результате их немногочисленности. Но, тем не менее, это говорит о том, что, в общем-то, наверное, можно попытаться найти какое-то соответствие между наличием мутации генов HRR и, соответственно, самим дефектом к блогической рекомбинации, в том числе и при раке поджелудочной железы. Но я должна вам сказать небольшое лирическое отступление, что к нам с начала года уже поступило 78 образцов поджелудочной железы на определение мутации генов гомолочной рекомбинации. И было обнаружено 8% таких нарушений. Надо понимать, что мы смотрим БРК-1, БРК-2, АТМ и ЧЕК2. И все до единого были обнаружены только методом НГС. Методом ПЦР ни в одном случае эта мутация обнаружена не была. Вот такая вот интересная информация. Кто же нам рекомендует ЭСМО? Как вы видите, список достаточно велик, который, в общем-то, представлен в их рекомендации. Но, тем не менее, в настоящий момент единственным зарегистрированным показанием, в том числе и в Российской Федерации, это определение герминальных мутаций генов БРК-1 и 2, в том числе методов высокопроизводительного секвенирования. Крайне низкие частоты всех остальных мутаций пока не дают возможности вылидировать их для применения в рутинной практике. И исключение сделано только для агностических, так называемых агностических маркеров, это МСА и перестройки МТРК. И рутинное использование НГСС вам, в общем-то, не рекомендуют. Наверное, опираясь все-таки на результаты вот этого исследования, но ее тема, как вы помните, более чем тысячи образцов, всего лишь в 2% случаев удалось назначить какую-то адекватную таргетную терапию с хорошим эффектом. И в заключении хотелось бы мне сказать, что это, в общем-то, все, что я сейчас сказала, это, конечно, информация для размышлений, для размышлений генетиков и для размышлений клиницистов, потому что, конечно, нам нужно добиться какого-то консенсуса в определении того списка генетических нарушений, которые мы должны, например, смотреть при таких вот редких опухолях. Можем ли мы использовать методы высокопроизводительного секвенирования? Должны ли мы это делать? Или можем ограничиться методами стандартными, если учесть, что, в общем-то, в настоящий момент у нас в руках только МСА и, по сути дела, МТРК. Ну, РК 1 и 2 пока стоит отдельно. И предлагаю, конечно, решать проблемы совместными усилиями. И если есть вопросы, с удовольствием отвечу, но у нас 10 минут еще остается на дискуссию.